Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий В 1999 году Кока-Кола разработала торговый автомат, который регулировал цены на напиток в зависимости от температуры на улице, в жаркие летние дни Кола становилась дороже. Дуглас Эвестир, тогдашний генеральный директор Кока-Кола, публично говорил о применении закона о спросе и предложении, который работал бы и раньше, если бы кто-то додумался устанавливать термометры в торговые автоматы. Эвестир утверждал, что это «справедливый поступок», я думаю, что было бы справедливо поднять цены на газировку в такой летний день, как сегодня. Торговые автоматы могут быть оснащены термометрами, и когда спрос на холодную газировку будет расти вместе с температурой, цена тоже вырастет. Торговые автоматы с меняющейся ценой, несмотря на то, что так и не появился на рынке, оказались одним из худших маркетинговых моментов компании. СМИ и фанаты газированного напитка пришли в ярость. Они забрасывали Кока-Кола гневными письмами, осуждали эту идею в интернете и даже обратились за комментариями к Pepsi. Представитель Pepsi Джефф Браун ответил, «Мы считаем, что машины, повышающие цены в жаркую погоду, эксплуатируют потребителей, живущих в теплом климате. В Pepsi мы сосредоточены на инновациях, которые облегчают потребителям покупку безалкогольных напитков. Они усложняют им задачу, Кока-Кола быстро среагировала и отказалась от проекта». Представители компании заявили, что Авестир рассуждал о нововведении, чисто гипотетически, и никаких планов по созданию таких торговых автоматов у них нет. Они также добавили, что Кока-Кола на самом деле искала способ, чтобы торговые автоматы могли снижать цену напитка, а не повышать ее. Больше компания не воспоминала об этой инновации.